Аллаху Акбар! 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 этой религии конечно же на мусульманина возложена огромная миссия на каждого мусульманина это не просто если ты уже создал семью у тебя есть дети аллах по наталья одарил тебя детьми ты просил у аллаха спана то ли чтобы аллах одарил тебя ими последствии ты или просто балуешь их и покупаешь все что они желают при этом ты думаешь что ты такой хороший отец или такая хорошая мать или же перекладываешь на кого-то ответственность устроил ребенка в садик в школу и ты думаешь все они должны заниматься его воспитанием ты никак не участвуешь в жизни этих детей и ты думаешь если ты зарабатываешь что этого достаточно но на самом деле не так конечно же в первую очередь первую очередь дети всегда смотрят на своих родителей на что мы должны обратить внимание это наше личное поведение потому что это всегда больше всего влияет на воспитание ребенка и в первую очередь учиться у своих родителей смотрит на их поведение невозможно воспитать честного ребенка если ты сам врешь неважно это какие-то маленькие вещи или большие вещи ты говоришь ребенку нельзя людей обманывать а сам врешь обманываешь неважно в каких ситуациях бывает так что кто-то пришел постучался в дом и муж жене говорит скажи что меня нет дома при этом дети рядом с тобой это есть тот обман которые которые дети могут перенять у тебя вроде бы для нас может быть это какая-то безобидная ситуация но на самом деле это ложь очевидная ложь явная ложь когда ты говоришь скажи что меня нет дома или нечто подобное и нельзя так поступать тем более в отношении своих детей когда ты говоришь одно а сам совершаешь другое и это один из методов самых сам один из самых действенных методов это личный пример личный пример когда ты на себе показываешь как нужно придерживаться как как нужно быть искренним честным религиозным и так далее если действительно человек приложит усилия и обратить внимание на это то в дальнейшем человек увидеть свои труды и он будет радоваться точно также как человек например в рай растил дерево выращивал какие-то плоды конце концов он осенью увидел как этот весной вид как это дерево цветет радуется осенью увидел как это дерево принесло плоды это его очень как бы радует и точно также родители которые видят какие-то достижения своих детей достижение не то ли имеется ввиду не только в мирском видит хорошие отзывы других людей кто-то пришел и говорит маше аллах какой у тебя сын он сегодня сделал так-то или поступил так-то или маше аллах какая у тебя послушная дочь или же какие-то другие ситуации когда ты слышишь о своих детях что-то хорошее или ты же виде или же видишь может даже ты не говорил своему ребенку этого и не обучал ему его этому однако этот ребенок увидел это какой-то хороший нрав благой нрав в тебе может и даже сам не обращал внимание и не видел не замечал на себе этого однако ты это увидел на своем ребенке маша аллах амдуллах и наоборот если ты видишь своем ребенке какие-то нехорошие качества обрати в первую очередь внимание на себя то как ты себя ведешь насколько ты правильно себя ведешь или правильно воспитываешь своего ребенка и так далее многие люди сегодня обращают внимание на какие-то новые методы все ищут какие-то новые методы воспитания современная психология современные какие-то эти но как-то мы оставляем и ушло как-то на задний план воспитания наших родителей наших дедушек бабушек и прадедов прабабушек без всякой психологии и без всяких каких-то психологов и детских каких-то воспитателей наши родители растили нас алхамдуллах и растили достойное поколение и мы все сегодня каждый из нас гордится своим народом карачаевцы черкесы балкарцы кавардинцы чеченцы ингуши русские и так далее казаки и каждый из нас считает что у нас есть великое наследие у нас есть великие достижения в прошлом и в настоящем архамдуллах однако кто растил этих мужчин кто растил этих героев кто растил этих матерей которые впоследствии стали такими великими людьми и стойким народом и так далее так далее конечно же растили наши прадеды прабабушки и не нужно забывать это некоторые считают что это какие-то отсталые методы и так далее так далее одно дело какие-то современные технологии другое дело когда ты даешь ребенку воспитание правильное воспитание честность благородство это не прививается просто так это нельзя просто словами научить без каких-то личных примеров без примеров твоего народа без примеров общества где мы живем есть общество испорчено то непременно какие вы слова то ни говорил это общество будет портить и тех кто в нем находится как всегда система съедает если эта система налаженная хорошая правильная то она будет и шала воспитывать людей даже если в эту в эту среду попадет какой-то нехороший неправильный человек он постепенно начнет меняться в любом случае иншаллах эта система его начнет поправлять и наоборот если эта система испорченная скверная то какой благородный человек не попал в эту среду рано или поздно что-то из этого он начнет перенимать и врать человек который находится в грязи как бы он ни старался он все равно испачкается поэтому мы не должны пренебрегать ним своей семьей не нашим обществом не теми кто мин кто нас окружает мы не раз говорили что каждый верующий обязан порицать порицаемое удерживать от порицаемого и призвать к одобряемым к хорошему и если мы не будем все вместе исправлять наше общество наставлять исправлять то рано или поздно может быть мы сами себя как-то убережем но наши дети испортятся мы увидим плоды наши нашего нашей беспечности когда дети будут приходить домой и оскорблять своих родителей унижать своих родителей или же дети наркоманы или же дети алкоголики или же довережет на всех аллах дети которые ни во что ничего не ставят поэтому мы иншаллах эту тему будем развивать и будем говорить об этом но каждый из вас пускай задумается и каждый из нас должен искать правильные методы воспитания правильный метод воспитания в первую очередь это личный пример пример благородных людей примеры каких-то хороших личностей и так далее и так далее мы знаем как нам читали в детстве какие-то сказки или нам рассказывали истории праведных людей будь то сна из нашего народа или же это истории пророков или же это истории из подвижников пророка саллил салам или истории других людей из других народов и огромное количество таких примеров поэтому мы иншаллах и мы приведем в дальнейшем примеры из подвижников иншаллах но я еще раз всех призываю каждый из вас не не будьте беспечными в отношении своих детей это не просто вам подарок который вы можете в любое время использовать выбросить и так далее это аманат от аллаха субханного тааля для вас и вы будете непременно за них спрошены да поможет нам всем аллах ассаляму алейкум рахматуллахи баракату а 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 Субтитры создавал DimaTorzok